За последние три года, в общем, постоянно идут разрушения. Вот эти разрушения, буквально три года там у нас их не было. Вот они, видите, прямо сыпятся, разлагаются. Почему? Вот здесь нужно было делать шуф, который в проекте есть. Деньги на него выделили. Шурфа нет, этого нет, и следы нет. Очевидно, это вода подступает и через капиллярность поднимается вверх. От этого, к памяти груш, необходимо срочно исследовать, почему, причиня, в проекте нет, и как можно реставрировать, не зная чего. Принеси то, не зная что, иди туда, и цепь куда. Мы уже вставляем щепенку, чтобы угол меньше прорисал. Это тоже последние три года. Проектные работы ведутся уже шесть лет. На них отпущено 23 миллиона проекта из НИДСИТ. Вот интересно, вернулись эти деньги в бюджет или нет? Еще 23 миллиона сейчас отпустили, 24 отпустили. И нет решения вопроса о этом разрушении. Его нет. А вот эта вот зелень, из-за чего образуется? Зелень образуется из-за того, что с крыши покрыта катодной медью. Это вообще недопустимо. Медь, которая применяется в гальваники. И она постоянно окисляется, течет на стены. Во-первых. Во-вторых, должен быть водостойкий. Знаете, в каком состоянии водостойчная труба? Куда она работает? И вот все, что там сверху, иди, вот, желудок. Ну, и течет прямо сюда, на стену, мимо. Ну, как? Ну, да, вся стена, он, кривая, прям, видно, пошла. Вот, это разрушено именно вот этим водопадом. Вот оно что делает. Теперь, смотрите, вот здесь вот блок. Он тоже разлагается от влаги, от того, что детки. Ну, вот, видно, вся стена черная прям. Она все впиталась. Посмотрите, какое безобразие реставраторов, архнадзора, всех вот. Министерство культуры, кто должен хранить цементом, ни в коем случае не за, только звездовым раствором. И вот все эти трещины, вот они возникают. И даже уж до чего дело дошло. Ну, мы видим по всему собору. То же самое, вот, с крыши все течет. Зелень, какие разрушения. Вы понимаете, это жуть. И нет проектного решения этого вопроса. Нет. Ну, видно, что он ходуном весь входит. Мало того. Здесь нулевой цикл, если вы бывали похрованной нарыли в храме. Нулевой цикл. Там цоколь примерно 70 сантиметров вниз. Здесь его поднимали от морской, все вверх, вверх, вся сырость, вся влага, разрушали. Вот, смотрите, вот, цемент. Как это можно? Цементом чистым. Это вред просто наносится. Потому что если на то дело пошло, вот, сейчас, вот, видите, медь. И вот угол, он разрушился буквально за последние несколько лет. Вот замазали. Ну да, все отваливается. Все отваливается. А вот здесь, смотрите, что отвалится. Здесь, если вот... Ну, он черный весь. Снизу видно, что где-то полметра он весь черный. Археологи не занимались этим вопросом. Вот, например, берем этот западный портал. Худфраг. Если мы посмотрим фотографию Барановского. Так. 20-го года. Ага. Здесь была пристроена колоколь, ее разрушили. Ага. Вот. И вот с этого места сделано вот... Вот это место. Сделано фотографию. Я покажу ее, вы можете ее... Ага. Сделано фотографию. Пять ступенек вниз. То есть храм сейчас завышен. Он засыпан землей. Уровень, да? И, соответственно, и влага вышла. Влага все поднимается вверх. Вот, например, смотритель наш многоуважаемый. Весной плиты, которых немедленно надо снимать, они создают грибок. От него создается плесень под ним. И вся... Так там весной до двух сантиметров вода стоит. И горе-архитекторы говорят, исторические плиты. Плиты наброшены здесь с соборов. В 20-м веке, 50 лет тому назад. Какие они исторические? Исторические был там белокаменный пол из плит. И они их оставляют. Вот здесь вот пять ступеней. Вся влага, вся эта земля, плюс отмостка. Но это сейчас основной проблемой является, да? Это основная проблема сейчас. Первая. Без этой проблемы вообще нельзя начинать даже реставраться. И вот посмотрите, что сделано в какие-то 60-е годы. Ну, это в 50-е. Здесь же были частные хозяйства. У всех были коровы. И чтобы скотина не заходила на территорию, ее сделали ограду. Вот эта ограда не дает уходить грунтовым, талым водам, естественно. И грунтовые не могут уходить. И здесь получился бассейн под храмом. И на всей этой территории. Этот бассейн, эту стену немедленно надо разрушить. Просто не дожидаясь, никого проекта не надо. Разрушить и сделать отвод. Зеркало воды ниже вот этого уровня на 3 метра. Вся вода, вот голый же. Вся вода уйдет туда. А сейчас она здесь скапливается, к сожалению. И в проекте этого решения нет. Но что самое главное? И самое страшное, я бы сказал. То, что деньги отпущены, наплевать, это бумага. Они храм не разрушают. Но на эти деньги разрушается храм. Вот в чем дело-то. Деньги, бумага, украли их, ну им плевать. Какие действия могут повлиять на разрушение храма? Например, какие? Нет, ну самое главное, что сейчас надо проектное решение. Научить исследовательские работы. 30 мастеров, заслуженных, академиков с 840 года занимаются этим храмом уже 300 лет. И не надо здесь изобретать, что-то придумать. Взять эти исторические материалы, изучить, обработать, добавить. И все, и надо делать. Но в первую очередь надо воду отвезти. И самое-то главное, самое страшное, что проект, первый проект, 23 миллиона, делала фирма «Доневка», которую, в общем-то, запретили от производства. Второй, 23 миллиона, куда они делись, неизвестно. И что они на эти 23 миллиона сделали? Второй, 24 миллиона, ЦНРП, ведущая организация, 80 лет, там есть хорошие архитекторы, поручили людям, которые профессионально непригодны. Но, что такое они профессиональные природы? Они сделали плохой проект. Этот проект министерство культуры утверждает, эти согласовывают. А какие конкретно пункты в проекте вот такие вот настораживают? Ну, настораживают вот как раз геология и водоотвод. Там есть сметные решения, например, на 2 с чем-то миллиона провести эти работы. Пробурить скважины, вести мониторинг. Вместо этого взяли работы, которые были частично сделаны в 2011 году, и по ним сделали продолжение проекта. То есть без исследований? Какие исследования? Исследования взяли 2011 года, 2011. И все, кто занимается этим комиссиями, Министерство культуры, комиссия, Баталов возглавляет, научно-методический совет, художественный совет, ну что, они совсем не понимают, что надо проекта делать. Вот этим камнем, блоки, мелокаменные, им до 700 лет. Вот они тоже разрушаются. Некоторый камень более крепкий, другой более пористый. И вот благо, она вот дошла, эти камни она как-то миновала, а здесь разрушается. Но охрана поверх, охраняется государством, поэтому кривая бетонная плита. В исторические блоки закручены 40-миллиметровые анкера, что они разрушают камень. А здесь окисление тоже идет. Плита приложена к этому, разрушает камень, видите, окисляется. Ну как это в современном мире допустить до такого? У нас в общественном совете сейчас уже поддержали 27 тысяч неравнодушных граждан, которые готовы спасать этот памятник национального состояния России, который вот разрушается на глаза. И те вот администраторы, которые, они что, совсем безумные? Они что, не понимают? Вот посмотрите, что творится. И шурфы, археологи, в смете, в программе, в техзадании, 8 шурфов археологических, шурфы это вот берется, вырывается, до 3 метров. И 6 инженерных, мы могли бы определить ступени сколько. Сделали всего 2 шурфа из 8. А остальные в интерьере что-то там накопали, скинули. Ну это же не, нет, это работа археологическая, это просто мошенничество. Как это археологи? До вашего фактика его сделали, из 8 заявленных в смете. Это просто в рабство, самое натуральное. А вот выдержит, как, как нужно, без, сфартишного, срытия, определить, что здесь, куда здесь, сколько, 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 как, на 2. Вот здесь уже, а там 0. Идет. Но он видно, все есть по территории, что он такой весь волнообразный. Нет, дело в том, что ни в коем случае нельзя делать вот эти вот газоны. Они собирают влагу, сырость и насыпают. Но уже, если вы делаете ту же отмоску, то не одна на одну. На старую снимаете, и здесь весь грунт, во всей территории, насыпан свежий грунт примерно на 70 сантиметров. Слишком. Которого не было. А уж исторически там до метра. И вот, смотрите, шурт. Вот здесь сделали шурт. Посмотрите, до конца сделали, вскрыли вот кусок. И посмотрите, как уложили. Да, видно, что все безобразно. Угол там уже в сторону отходит. Все, это еще больше, больше разрушает. То есть, он угол-то тянет, вон, видно. Просто на глазах не подходит. Если уж вы сделали шурт, то вы его так же грамотно, как это, делаете, чтобы не было вот этого разрушения. А это уже третий год. То есть, он еще некачественно законсервирован. Нет, это некачественная работа археологов, вошенничества. Ну, видно, что он просел грунт на несколько сантиметров. Здесь вот шурт. Десятка сантиметров. Здесь был шурт, выкопан на 3 метра глубину. Соответственно, вода стекается и под храм. Ставят разрушать под храм, и внутрь храма все там делается. Если мы сейчас зайдем внутрь, мы посмотрим, что там творится. А сколько, например, собора еще осталось, если ничего не сделать? Сказать, стоять. Ну, Святослав. По молитвам святого благоверного князя Святослава, он может... Он стоит. А так он должен уже по идее, вот как делают, 6 лет 2 организации делают проект реставрации. Ну, как это может быть? За 46 миллионов проект реставрации делают 6 лет. И нет, и нет. А по сути, реальных действий еще никаких не произведено. А где-то должно быть важно. Определение воды, вот как я вам говорю. Их, пожалуйста, где они? А их... Они должны быть открыты, чтобы... Мониторинг. Какой уровень воды зимой, какой летом, какой весной, осенью. А он, видно, колонна разрушается. Колонна вообще-то разрушается на глазах. Видно, она вся в трещатых, посыпется скоро. В проекте вот это вот все нужно менять и заменять белым камнем. Камень, блоки в музее 250 штук на хранение. Даже в Эрмитаже они есть, как притащили туда эти камни. В Владимире Судзенском музее тоже эти камни. Их надо исследовать и найти, куда они. Можно их вставить. Нельзя этот кирпичик, его надо удалять. Он разлагается. И он его уже не восстановить. В проекте его заштукатурить. Как такие камни заштукатурить. Вот, пожалуйста, разрушение. Здесь окно, видите, что творится? Все разрушается. Потому что вот это влага. Вот, все течет туда. Как эти крыши? Как эти работы? Видно, видно. Все даже неваженным глазом. Что все сыпется, разрушается. И РА-проектировщики, архитектор. Какая их задача? Приезжать, посещать. Они даже бывают здесь раз в год. Вот это вот сосканировали. Это самая большая якобы заслуга. Скан обвели вручную. Сейчас же при новой представительной технике. Обвели вручную. Мы все зафиксировали вручную. Зачем это? Так видно, что... Это надо фотофиксацию делать, что разрушено. Вот, кирпич. Смотрите, он разрушает, став кирпичом. Теперь инъектирование. Вот я инъектирую. Очень важный вопрос. Как он делается? Я вам покажу даже. Это берется штуцер с обратным клапаном. Находится отверстие. Но это надо плакать. И под давлением вручную, до 4 атмосфер, закачивается раствор. В проекте закачивают раствор Ремерс. Это его состав. Это, например, жидкое стекло. Которое ни в коем случае нельзя сделать. Оно разрушит весь камень. И это уже на Соловках. Есть этот горький опыт этого ЦНРП. Где они валуны инъектировали раствором этим. Ремерс. Все валуны залиты. Раствор его не очистят. Жидкое стекло. Только можно делать раствором известковым. И это прописано в школьных учебниках. Это профессионально-техническое училище. Любое реставрационное. На первом курсе детям в 15 лет, которые поступили. Им преподают это. А здесь архитекторы садимы. Их набросали и выложили. Примерно лет 60 назад в советское время. С храмов, которые разбирали и выставили. Чугун имеет свойство выделять влагу. Он не дает влаге. От него идет влага, окисление. И все стены впитывают. Окис там меди, а здесь железо. Внизу под этим полом. А вон видно все проржавело. А это вот все сгнило. Сгнило, да. Это все надо убирать. От влаги. И дело в том, что... Любую плиту вот сейчас у нас... О, да, видно, все влага. Плесень, все. Все. Их немедленно нужно снимать. А здесь там просто хлюпы. Вот он уникальный крест, да? Да, это вот наш знаменитый Святослав. Крест, который он своими руками вырезал. Очень затворный. И к нему поклонялись... Приезжали цари и князья. И вот Владимир Владимирович, может быть, приедет поклониться. Так что... Вот это вот чудо сохранилось. И видите, в каком состоянии его хранят. При влажности, при... За стеклом. Ну, вообще, есть собор, по идее, должен быть таким куполом. У нас есть проект, закрыть, делать консервацию, сделать временное... Вон, видно, на потолке даже выпадают эти... Видите, с правой стороны белые. И что нужно сделать? Немедленно все плиты сняты. Грунт, который находится внизу, это песок с строительным мусором. Он поражен уже много лет. Плесенью и грибком. Его немедленно надо выгребить. Вывести. Про стены и цоколь, фундамент. Просушить. Обработать растворами, которые от грибка и плесени. Потом засыпать прокаленным песком, чтобы там никакого бактерий не было. Засыпать и настелить, как было исторически, из лесковой плиты. Все. И никакого не может быть здесь отопления. По одной простой причине. Исторически никогда не было здесь отопления. И вообще храмы не отапливались. А как здесь это? Предлагается теплый пол. Что такое отопление? Значит, надо сделать двойные двери, тамбур, чтобы тепло туда-сюда не галяло. Но здесь это невозможно. Окна должны быть двойные рамы утепленные. Вентиляция естественная. Чтобы хлопушки работали. А если сейчас сделать отопление, даже соблюдать с этим, здесь будет конденсат. Зимой и не. Летом от этого будет дождь. Как можно это сделать? Температура до 40, бывает 30-25 градусов. И резкий перепад температуры. А то что-то отваливается, вываливается в углу. Ну, все. Вот эта вот капиллярная вся влага поднимается вверх. Но пол это страшно просто. Немедленнее его надо снимать. Не надо ждать никакой дополнительной проекта. Вот частично. Взять. Воду убрать. Землю убрать. Урок понижения. И вычистить здесь помещение. Это уже будет первый этап. Реставрации. И проект сохранения. А здесь проект. Все. Пять минут можно сделать это. Обследование. И вынести это в грунт. Он полностью поражет. Грибком, плесенью. Вот, видите, поднимаем любую плиту. Там, смотрите, что творится. Грибок, плесень. Это верхние. А там еще страшнее. Там просто хлюпает. А весной здесь стоит слой воды. Потому что конденсат и грунтовые воды, они подпирают все это. Ну, это видно. Вон, плиты все уже проржавели, прогнили. Ну, мало того, что они... Это ржавчина выделяет окислы, которые разрушают белый капель. Трещины там полно. Трещины, да. Полчаса назад. Полчаса назад. Вот обрушение. Это вот тот, где мы как раз говорили. Да, это вот прям вот... Ну, вот столько, что смелить мусор. Части храма 13 века, пожалуйста, обрушаются. Мусорки.